Здравствуйте, дорогие друзья! Наш очередной урок из цикла еврейское поведение с сайта Толдут Ру, сайта международного центра Ишивы Кололя, который называется Толдут Иширун, сайта, который организовал и вообще всю эту организацию организовал Раф Исхак Зильбр Сацаль. И сегодняшний наш урок называется «Наставление как заповедь», т.е. есть такая заповедь делать наставление. Мы так часто говорили на тему замечаний, выговоров, что ещё есть – придирок, поучений, поучений и всего прочего, т.е. на тему физического запрета, фактического запрета на такой способ нанесения обиды, сделать человеку замечание. Так часто говорили на эту тему, что пришло время сказать, когда замечание, строгий выговор надо сделать, необходимо. Это заповедь Торы. На самом деле ведь не обвинить ближним в некоторых его недостатках необычайно трудно, но в большинстве случаев лучше этого не делать, такое общее правило. Это лейтмотив, может быть, очень многих наших уроков, нашего цикла и еврейского поведения. По крайней мере, таковы были наши уроки, которые назывались, смотрите сами, «Суд и суждение», «Обижать и обижаться», «Выговор и возражение», это я собрал только название. А вот теперь настал момент, когда мы будем говорить о ситуациях, когда смолчать нельзя. Просто нельзя смолчать, и тогда нужно посмотреть, в какой степени будет человек обижен или не обижен. Сейчас мы посмотрим всю эту теорию. Впрочем, на эту тему у нас тоже был в своё время разговор на уроках, которые называются «Мягкое замечание», «Замечание с любовью». Вот, в принципе, уже по своим названиям видно, как нужно устраивать такие замечания, которые необходимо сделать. Так вот, сегодня я бы сказал, закрепление материала, ибо тема очень-очень важная. Написано в книге Дворим, в первой её главе, в первом её стихе, вот слова, которые сказал Муше всему Израилю, всем евреям. И дальше идёт перечисление этих слов, перечисление многих событий, законов и многое. Целая книга Дворим. Слова относятся ко всей книге Дворим. Пятая книга, пяти книги же Моисея, Моше Рабейн. Раша на это написал, вот слова, которые сказал Моше всему Израилю, всем евреям. Раша сказал, сказал он очень резкие замечания. Это относится... Раша придерживается мнения, что это относится к ближайшему тексту, который идёт сразу за этим. Резкие замечания. Тоха-хот. Тут же они были сказаны. И Моше причистил несколько проступков еврейского народа, которые вызвали гнев у Всевышнего. Вот что вы сделали. Но сказал Моше о своей резкой речи. Это пишет Раша, продолжает. Резкие замечания. Не открытым образом, не явным образом, а намёком. Почему? Раша пишет. Из-за уважения, которое он проявил в адрес всего народа. Потому что весь народ, он народ праведников. И вот такие слова были у Раша. И отсюда мы видим, что даже когда нужно делать замечания, например, всему народу, как это делал Моше, мы должны учиться у Моше, у наших мудрецов, прадцев, у праведников еврейского народа, у самого Всевышнего, в первую очередь, как себя вести в той или иной ситуации, даже когда она, примерно, от нас требуется, чтобы мы кому-то поставили на вид. Тем более, есть такая заповедь. Будем дальше говорить о ней. Заповедь. Сделай замечание своему ближнему. А тут сказано. Вот слова, которые сказал Моше всему Израилю. И Раша пишет, что сказал он их неявным образом. Дальше он ничего не писал. А вот дальнейший комментатор, например, Ашла Акадош, известнейший комментатор, разъяснил эти слова Раши. Он так написал, что Моше сначала отметил высокий уровень всего народа, сказав, смотрите, стих 13, Ютгимл, там так сказано, возьмите себе мудрых, разумных, знающих мужей, и я поставлю их во главе вас. То есть, он указал, что еврейский народ мудрый, умный. И это в согласии со стихом, так пишет Ашла Акадош, святой Ашла, в согласии со стихом, который приведен в Мишле, 9 глава, 8 стих, там так написано, не делай замечания злодею, нарушителю, человеку несерьезного, не делай никаких замечаний, чтобы он тебя не возненавидел, но делай замечания мудрому, чтобы он тебя полюбил. Смотрите, здесь все очень коротко, нужно каждую фразу объяснять, причем, нужно ли мне, чтобы меня любил мудрый, и настолько ли страшно, что если какой-то глупый, а тем более злодей, не просто глупый, лец, злодей, человек, который издевается на Тора и не нравится на ему, поносит его открытым, так для него важно, чтобы он меня не возненавидел. Это вопросы по ходу этого текста возникают, Ашла Хакадош не написала об этом, но дальше он пишет следующее, объясняет некоторые... С одной точки зрения, если хочешь сделать замечание другому человеку, например, пишет открытым текстом, как в книгах Мусар, в книгах по этике еврейской, то не говори ему, так-то и так-то, ты плохо поступил, настолько-то ты плох, ты плохой, не говори ему, ты плохой, никогда. Слово «никогда» – это очень важно. Запреты делать нельзя, мы это уже прошли. И только когда их нужно сделать, сейчас увидим, когда их нужно, и нельзя не сделать, вот тогда не начинай с речи, «Ох, как ты плохо сделал это, ты плохой». То есть, слова «ты плохой» вообще никогда не годятся, они ни в каких случаях не оправданы. Что пишет Ашла дальше? Нельзя говорить, что ты плохой, и в противном случае он тебя возненавидит, это то, что мы уже отметили сейчас, и не послушает тебя, а вот для чего мне нужно, чтобы он меня не ненавидел. То есть, он не послушает меня и не исправится. В таком случае я от себя добавлю. Зачем же я ему делаю это замечание, если он не справится? Ашла продолжает. Это то, о чем сказано, не наставляй, не наставляй плохого человека. Сказано несерьезно, влезься, да, мы говорили об этом. То есть, не говори ему с унижением, ты плохой. Но наоборот, скажи ему так, ты умен, а поэтому тебе не к лицу умному человеку так поступать. Это не для тебя, уровень не твой. То есть, нужны, конечно, хорошие слова, но сама схема этих слов такая будет. Это называется «делай замечание мудрому». То есть, делай ему замечание, сделай его мудрым в твоих глазах. И он тебя полюбит, и услышит тебя, приняв замечание. Смотрите, а вот мы теперь узнаем, почему нужно, чтобы плохой человек меня не ненавидел, иначе он меня не услышит. Мне нужно, чтобы он услышал, чтобы мое замечание было плодотворно, чтобы результат был. Иначе я, сейчас мы узнаем, уничтожая всю картину. А мудрый человек должен меня полюбить. Для чего? Чтобы он меня послушал, чтобы он принял замечание к исполнению. «Возьмите себе мудрых, разумных, знающих людей». Написано. «Не делай замечание злодею, плохому человеку, чтобы он тебя не знал, но делай замечание мудрому». Оказывается, это правдное тоже замечание. «Не делай замечание плохому человеку, но делай замечание хорошему». То же самое замечание. Тому же самому человеку. Для этого он был плохой, ты пришел и сказал, что не будь плохим. А теперь он мудрый. Мы ему говорим, будь мудрым, не делай то, что ты сейчас делал. Такое маленькое замечание про Раши, о Раши, который сделал Ашлахакадоши. Это прямо содержание нашего сегодняшнего урока. Хофисхайм, такая история была, посетил один город, и там один рабин в нем был, пожаловался ему, что в последние годы большая группа евреев вот этой общины, где он сейчас гостит, взяли себя в обычае не держать пост в Йом-Кипур до последних минут. Когда начинало вечереть, приближаться к заходу солнца, люди объявляли, многие, я не знаю, сколько три, может быть, это много, а может быть, очень большая группа. Но там стали так делать. Объявляли, что они не могли держать пост, и они теперь решили его разбить, потому что они просто умирают от жажды, или от еды, от слабости. А они, наверное, думали, я от себя добавляю, что им за счет будет зачтен весь тот пост, который был до этого. Так на самом деле это происходит. Если человек почувствовал слабость, и очень серьезную слабость, болезненную, и медицинское показание такое, что ему нужно сейчас подкрепиться, свое сердце, как говорится в еврейском языке, то он это должен сделать, и тогда ему будет зачтен тот пост, который он ввел до этого. Но если он имел возможность не разбивать, не нарушать свой пост, и поел, тем не менее, то ему ничего не засчитывается. Так он пожалался. А теперь, если смотрят, находится в хайме, это мы с вами смотрим, находится в хайме, и ждем. Какое же то ха-ха, какое наставление он сейчас сделал еврейскому народу. Сейчас он поднимется в Сауге на возвышение, и будет читать Дарашу. И вот в субботу он давал урок, и пришли в Синагу, пригласили. Все пришли на урок в Хоффинскаем, пришли, большое стечение народным удалось, так можно сказать. И он начал говорить, начал наречься таким образом, все знают, что плохое начало, я не буду сегодня говорить, что такое яцарара, многие знают, кто не знает, узнают. В наших уроках основные положения там было написано, очень часто об этом говорят. Да просто возьмите на сайте, откройте там, плохое начало. Яцарар. Все знают, что плохое начало часто называют грабителем, газлан. Я не знаю, знаете ли вы, Хоффинскаем сказал, все знают, что плохое начало называется газланом. Но мало кто знает, почему. Что же он украл? Ганав укрались, газали, это вообще даже ограбить в открытую, не боясь. Сейчас я вам расскажу, сказал Хоффинскаем. И рассказал. Потом в городе жил человек. Так интересно, все нормально происходит. В один город проехал Хоффинскаем и сказал истории. В одном городе жил человек. История в истории. Так все устроено. В одном городе жил человек, который промышлял контрабандой. Я не скажу, евреи не евреи, И всякие люди промышляли всяким. Вот здесь рассказывается про человека, который промышлял контрабандой. Дисантированные вещи получал, наверное, от тех, кто переносил через границу. Сбывал их, разносил по торговым точкам, получал деньги. И все это было свободно от массы, как называется, от налога государственного. Свободно. Они сами освободили. И у него была большая война, как полагается, с таможенниками. И у тебя были сговоры из жандармерии. В общем, город охранялся. Он был, наверное, приграничный город. И однажды этот человек принял большой товар от контрабандистов. И пошел разносить по своему точкам. Людям, которые будут сейчас его сбывать. Точки сбыты. Но решил он не сразу заходить в город со стороны границы. Со стороны дороги. Обойти его стороной. И войти через район далеких свободок. Пригородов. Где полицейские заставы, во-первых, встречаются реже. А во-вторых, так было безопаснее. И для этого он завалил свой тяжелый круз, так рассказывал Хофисхайм, себе на плечи. И пошел кружным путем. А там рядом с городом, это не сейчас, это тогда. Густой лес стоял. И он шел по улицу. И вдруг услышал за собой не шаги даже, а лошадиное ржание. Он понял, что это жандармы. Скорее всего, он испугался. И уже собирался бежать. И на самом деле видал единственного жандарма. Один жандарм на верхом, все две на лошади. И бежать еще было некогда. Жандарм его заметил. И он тогда решил разыграть. Сыграть сценку. Он якобы обрался этому жандарму. И говорит, ой, как хорошо. Господин жандарм, мне не одному идти через лес. Тут опасно идти. А вот с вами я более спокоен. Есть такой способ жизни. Когда человек, он уверенный в себе или играет уверенно в себе, то он вызывает меньше подозрений. Жандарм улыбнулся, мол, что ж тут. Я еду заодно, и ты едешь заодно. И поехали они через лес. По какой-то там тропинке. Так они ехали, шли долго. Много часов. Больше того, жандарм даже такой мягкий человек оказался. Он даже притормозил. Притормаживал свою лошадь, чтобы не уехать быстрее вперед. Человек шел с большим грузом. И так они уже выходили из детства в Слободке. Друг жандарм говорит, а теперь положу свой груз мне на лошадь. Почему? Да вообще-то не надо. Спасибо за помощь. Я уже все прошел. И мы сейчас все равно расходимся. А тот говорит, сдавай товар. Я тебе говорю, сдавай товар. Он конфискован. Это контрабанда. Я давно за тобой слежу. И не только конфискую твой товар. Но еще я отведу тебя к суде. И человек возмутился. Он начал переживать. Обзвал его по-всячески. Теперь повязали его. Теперь он в тюрьму пойдет. На какое-то время выкупится. Он дом нехороший. И говорит этому жандарму, что вообще-то он ужасно раздосадованный. Он вообще считает, что этот жандарм грабитель. Не потому грабитель, что отнимают у него этот контрабандный товар. Потому что это его должность такая. Он знал, на какой риск он идет. И не потому, что сейчас идет его к судье. Это понятно. У него функция такая. А за то, что он ему позволил через весь лес не идти и нести этот груз на себе. В то время, как он мог в самом начале взять его, конфисковать и положить себя на лошадь. То есть, он использовал его дешевый труд. Он уже нес фактически чужой товар. Не свой. Он просто не знал, что он уже не его. И вот это он показался ему, именно сказал, что ты газлан, что ты грабитель. Иначе бы он не шел бы и не нес бы твой груз. Вот Хойсхайм на этом закончил. И говорит, вот так поступает Яцарара. Он хочет, чтобы еврей не получил награду за пост Емки-Пух. Как он поступает? Как он делает? Он позволяет еврею поститься почти до самого конца. Ну, чей ты мой? Все равно же тяжело. Пост это тяжело. А потом грабит его, забирая всю награду за этот день. Когда совращает его прекратить пост за пару часов или за один час до конца поста. Тем самым его лишает всего сразу же. Человек зря постился. Поэтому не поддавайтесь ему. Он даже выступая против вас, делая вам неприятность. То есть, лишая вас награды за этот день. Как сделал неприятность контрабандисту? Вот этот самый жестокий жандарм, которому было лень везти конфискованный товар на своей лошади. Он заставил заработать на себя того человека. То же самое и Яцар. Он заставил таки вас. Дал вам возможность поститься. Вы думали, вы работаете на себя, чтобы получить награду. А в конце он вас обокрал. И вы теперь обкрадены. Такое вот непрямое, не обидное наставление он сказал. Он не сказал, вы плохие. Вот самый важный момент. Он не сказал, вы плохие. Не поддавайтесь Ецару. Он очень хитер. Смотрите, как он вас обманывает. И все, больше ничего не сделал. И они его послушали. За что все любили Хуисхайма. И вообще наших раввинок, которые делают наставления. Именно за то, что они умеют наставлять. Они знают, каким образом добраться до сердца человека. Потому что их желание не обидеть человека. Не показать ему, какое он плохое. А наоборот, они его любят. Не хотели бы, чтобы что? Чтобы человек принял их наставление. И увидел, что наставляющих человек раввин их любит. Это вижу часто в нашем кругу. Сегодня приходила моя дочь с моими внуками. С своими детьми. И когда ребенок делает что-то такое не очень хорошее. И в нашей среде, в том прошлом, в котором я жил в свое время. Там, где все говорили по-русски. То его крикнуть, что ты делаешь, забрали. Не хватай это грязными руками. Или посмотри, зачем ты уронил эту чашку. Вот любимая чашка бабушки. Все происходит не так. Если чашка разбилась, все скажут, мазалутов. Ребенок никогда не видит ни одного окрика. Никакого шума. Хотя его нужно, да, наставлять. Вот прямо так говорят девочки. Но он тебя ведь любит. Твой братишка. Он маленький. Никто не скажет, плохая девочка, не обижай. Не отрывай ручки своему брату. Он тебя любит. Смотри. Его нужно поцеловать. Мама целует. И ребенок идет тоже. И целует своего братишка. Все через любовь. Даже тогда, когда нужно сделать наставление. А теперь маленькая мини-тема. Раз уж мы начали говорить про родителей с детьми. Так уже оказалось, у меня написано эту тему. Вот когда можно делать замечания родителям. Когда родители делают замечания, это понятно. Они все делают замечания, если они не обучены Тори. Ну, и такая функция родительская. А когда можно делать замечания своему отцу или матери? Ведь я же такая заповедь. Кибутавэм. Уважение. И почитание. И страх перед родителями. Так вот, во второй книге Шмуэля, глава 20-й, написано, что Ионатан, сын царя Шауля, тогдашнего царя Шауля, отговаривал отца от желания убить Давида. Он сказал, что я убью Давида. Плохой он. Он там сказал, посмотрите, в главе 20-й, это вот резкие слова. После чего вышел Берогас в гневе со стола, пошел к Давиду, заключил договор, что всегда будет помогать ему, что нужно опасаться отца и так далее. А отца он сказал, зачем тебе его убивать, что он тебе сделал? Времени у меня нет совершенно, мне нужно закончить свой урок. А вот я вот ехал сейчас сюда, подумал, интересная же фраза, зачем тебе его убивать, что он тебе сделал? Вы не находите, что это вообще один и тот же вопрос? Почему в Танахе приведено два? Зачем тебе его убивать? Это и называется, что он тебе сделал. Ведь можно было взять и сказать, например, только второе. Зачем лишние слова говорить? Я не знаю, всем ли известен закон, что в Танахе, тем более в Торе, нету умыши, нет ни одного лишнего слова. И предполагается, что каждая фраза, каждое слово несет информацию. И здесь тоже должна быть информация. Зачем тебе его убивать? Может, он тебе будет полезен? Что он тебе сделал? Это уже совсем другой вопрос. А именно, от неволи исходит та причина, с которой ты его убьешь. Или, может, тебе приказали, независимо от того, что он что-то тебе сделал, приказан тебе его убить. Например, он поднял руку на царя еврейского. Это независимо от своего отношения к нему ты обязан его жестоко наказать. Такой закон про еврейских царей. У Рамбана так написано. Именно из-за этого, по этой причине, братья продали Йосефа, хотели убить приезжающим купцам. Потому что он вообще-то поднял руку на царствование, на силу власти царской, на Иуду. Он сказал, что все остальные, потому что Иуда, будут кланяться ему в виде сапога, в виде звезд и так далее. Это называется поднять бунт против царя еврейского. И запрещает то. Зачем тебе его убивать? У тебя есть какая-то причина, тебе от Всевышнего это было сказано. Что он тебе сделал? Или у тебя наличная причина? Может, на это тебе не будем оставаться, хотя здесь есть это, тем можно развить. Так вот, Юнатан сказал царю Шаулю, резкий сова, зачем тебе убивать, что он тебе сделал? Он ведь не ждал ответа. Он не для ответа спросил их. Это называется так нехорошо поступать. Но это явно противоречит Алмуду. Потому что в Кедушин, 32 лист, первая страница, там так написано. Это вторая часть первой главы. Первая глава, Кедушин, примерно 40 листов. А потом еще все остальные главы, это еще раз 40. Я просто переводил царактат целиком. Кстати, где-то в районе 30 листа наш период кончился из-за отсутствия финансирования. А все остальное у нас. Все-таки мы собираемся это издать на русском языке. Там так написано. Прямо перевод. Не говори отцу, что он ошибся, своему отцу, что он ошибся. А если он нарушил заповедь Тора, не говори ему замечания. Не говори отцу, что он ошибся. А если он нарушил заповедь, не говори ему никаких замечаний. Но скажи ему. Вот что написано в Торе. Совершенно нейтрально, отдельно. А пускай сам принимает решение. Надо ли так поступать? Не надо. И видим, что поступок Иоаннатана противоречит этому правилу. Он так не сказал. Он спросил. Зачем тебе его убивать? Что он тебе сделал? Прямо обвинил его прямым образом. Объяснение очень простое. До поступка можешь остановить отца прямым замечанием. Как сделал это Иоаннатан. Зачем тебя убивать? Не смей. Не надо. Нельзя. Спасай. Но после можешь только сказать, что написано по-другому. Теперь уже ничего изменить нельзя. Поэтому не обижай. Отца замечанием. Да и какая функция у тебя? Если ты хочешь, какая-то ссорить. Если ты хочешь, чтобы это не повторялось. Достаточно просто сказать, что Торе считает по-другому. Ведь Шауль еще ничего не сделал Давиду. И его надо было срочно остановить. Понятно, что замечание. Сделало замечание. Это мое замечание. Это про замечание. Понятно, что замечание, если оно стало необходимым, надо делать с любовью и доброжелательно. Об этом говорят прямо в самом заглаве. Наших уроков были такие. Какое было мягкое замечание. Замечание с любовью. Посмотрите, у нас целый урок на эту тему. Иначе может человек обидеть. И он не исправится, если мы его будем обижать. Тогда зачем мы ему это говорили, если мы не добились этой цели и знали, что мы не добьемся этой цели. Итак, первое требование с любовью. Второе, чтобы не опозорить человека. Замечание. Можно опозорить, ничего не стоит. При всех. Только наедине друг с другом. Папа вообще-то лучше делал замечание. Лучше так сделал, чтобы отец не ругал своего ребенка при маме. Это тоже жутко переживает с людьми, когда их много видят. Даже если он прав. Во-первых, должен быть прав. И нужна эта форма для того, чтобы это зашло до ребенка. Второе, значит, чтобы не опозорить человека. Первое, любое. Второе, отсутствие позора, боли, обиды. Хотя опозорить можно и с любовью. Например, сделать своему ребенку, повторяю, выговор при всех. Прям при всех. Он ошибся. Ну что, что делаешь-то? У нас собрались люди на твой день рождения. Такое безобразие очень нет. Зачем ты сел на торт, который тебе подарили? Прямо на стол. Лучше не ругать. Лучше посмеяться. Я бы, например, добавил бы еще крема на голову. Сделайте веселье. Но не обижайте человека при всех. Это самое последнее дело. Обидите его при всех. Важное место теперь у нас. Не знаю, когда же начать. Очень важное место, на самом деле. Надо говорить то ха-ха, выговор, замечание. Очень мягко. Чтобы тебя послушались. Это пока еще не важное место. Это сейчас только мы проходили. Цель наша, чтобы меня послушались. Об этом говорит Раф Шамулевец. В книге, которая называется «Сихот-Мусар», статья 88. Там так написано. Мамар 88. Почему? Нужен очень мягко стараться сделать замечание любое. Нерезко. Ни в коем случае. Обраты резкие замечания, кстати. Бывает, когда уже все доведено до предела. И ты знаешь, что нужно спасать ситуацию. Но ты знаешь, что теперь человек будет тебя слушать только из страха. Из страха дальнейшего позора, из страха дальнейшего скандала, из страха наказания. Если вы хотите через страх, то, пожалуйста, это не входит в еврейский арсенал воспитательных методов. По крайней мере, в Раф Шамулевец, в Сихот-Мусар так написано. Ни в коем случае через страх. Даже если вы читали тексты, слушали лекции, где написано, что нужно иногда и через страх. Вот Раф Шамулевец это опротестовывает. Какая страшная опасность есть, если вы скажете немягко. Не поясняет. Прямо тут же в этой статье он поясняет. Если человека поставить в известность, что он стоит сейчас перед прегрешением, не делая этого шага, не делая этого движения, не делая то, что сейчас одумал, то в случае, что если он его совершит, а ты его предупредил. Повторяю, он собирается что-то сделать, ты его предупредил, а он все равно совершит, зная, что ты его предупредил, понимая, что ты его предупредил, отдавай себе отчет, он правильно тебя понял, тем не менее он совершит это, то его наказание будет много сильнее, чем в случае, когда его никто не предупреждал. Все, вот это важное место, которое я хотел сказать. Так написано, Раф Шамулевец. Я думаю, понятно, сейчас я еще объясню еще раз. Сказано в первой книге Малахеем, царей, книга царей, 19 глава, 17 стих. А кто спасется от меча, того убьет Илиша. Там очень сложный стих, там разные имена написаны, но главное, что будут люди, которые будут спасаться от каких-то мечей, каких-то врагов. Кто, кто спасется, того убьет Илиша. А Илиша, мы знаем, кто такой. Он был пророком, которого сделал пророком, показывает творца, сам пророк Ильяу. Эта фраза была сказана пророку Ильяу. Сделал Илишу пророком после себя. И там вот сказано, кто спасется от меча в такой ситуации определенной, того убьет Илиша. Разве пророк умеет убивать? Мы никогда не слышали такого. Оказывается, может. А именно, он говорит людям про их ошибки. Они понимают его, то есть, отчет. И все равно не справляются, не хотят. То в таком случае приходит враг. Враг и убивает расслушников. То есть, врага посылает Всевышний. Получается, что если бы он ничего не сказал, враг бы не был послан. Важный момент. В лекции о пророчестве. Если бы Иоанн не пришел в Нинвэ. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю, да? В Нинвэ был послан Иоанна, пророк. Он не захотел туда идти. Купил билет на чартерный рейс в Анатолию, в Южную Турцию. На курорты. Лишь бы только не идти и не объявлять городу, что он будет разрушен, если его жители не прекратят делать те безобразия, за которые и полагается наказание. Так иначе он Всевышнего заставил через рыбу. Он прошел. Вернее, вошел и вышел через то же место. Через рыбу. И пришел он в Нинвэ. И там он получал людей. Много-много тысяч людей, которые не могут кричить право и от левого. А им он сказал, что если вы не исправитесь, будет с вами плохо. Они ему поверили и исправились. Плохо не было. А теперь вопрос. Никто его не задает. Ни разу я не видел. Сам придумал. А если бы он их не предупредил, то заранее известно, не было бы никакого наказания. Это мы видим из этого текста. Почему? Придет враг и будет убивать отступников Торы. А если не убьет их враг, то убьет их Ильиша. Как он им сделает замечание, они не будут слушать, и враг их добьет. Вывод. Делаем замечания по учению разного типа предельно мягко. С одной целью, чтобы человек их выслушал и уклонился от прегрешения, от плохого дела или исправил свои поступки. Иначе после нашего поучения, если мы не будем так делать, его наказание возрастет. И там мы стали орудием наказания. А вот это запрещено. Чем запрещено? Каким местом Торе? Заповедью по любви ближнего. Поэтому если я открываю рот, чтобы кого-то чему-то научить, если я обязан других учить, или я вдруг сначала себя нужным, обязанным сделать это замечание, то нужно опасаться. Теперь нельзя подводить этих людей. А именно, если я их сейчас буду предупреждать, то наказание за то же самое дело, от которого я хочу их отговорить, будет много выше, чем если бы я не открывал рот. А поэтому надо опасаться, чтобы они не повторили. А когда они могут повторить? Если я вам скажу, не мягко и грубо. А поэтому мне нужно их уговаривать, назвать их умными, даже если они дураги, назвать их праведниками, даже если они злодеи, уже если я открыл рот, чтобы они так себя не вели. И Таня послужит, и может быть будет у нас удача. Раф Иуда Цатка жил в Иерусалиме, и врачи прописали ему несколько дней полного отдыха. Он уже был старым человеком, больным. Он был очень слабый. Он согласился. До этого не соглашался. Его ученик, раб Иуда Адес, связался с пансионатом на севере страны, и устроил, где-то по Тверью, и устроил ему там номер. А может там это, не интерьер, может быть, спать. Но он где-то в тех местах, тут не написано. И вот когда они прибыли, туда со своими учениками, Раф Иуда Цатке дали отдельный номер, там был с кем-то. И нужно было молиться, вечернюю молитву, и было время вечернего Шмая, и все собрались. И на удивление Рафа Равина, Рафа Цатке, Шма прошли очень быстро. Так он и решил, что это очень быстро. После молитвы он пошел отдыхать себе в номер, к нему зашел начальник заведения всего этого, директор всего этого заведения, и попросил Равина сказать несколько слов за сегодняшний вечерним словом. Возможно, что это было даже суббота. Они успели к субботе. И Раф хотел было отказаться, так было написано, он был очень слабый, но потом согласился сказать несколько слов. Согласился, потому что написано в трактате Брахот, тоже мы полностью перевернем, кстати, 64-й лист, первая страница, там так написано. Ой, хорошая фраза, нужно запомнить. Мудель сам Торы, нет спокойствия ни в этом мире, ни в грядущем. Раз так что искать отдыха, нужно искать демолитера. И за словом он сказал буквально следующее. Так так написано. В Талмуде, там же в Брахот, но уже на листе 15, страница первая, написано. Кто читает Шма, старательно произнеся все буквы и по всем законам, я перевел на русский язык, старательно произнеся все буквы, отидет по всем законам Хейлхота, тому делают гигеном чуть холоднее. Остужают гигеном. Ад, который горячий очень. По гигеному знаете, да? Это такое место, где будет какое-то наказание после смерти, я не могу сказать душу или телу человека, не знаю, где будет наказание жарой. А вот то, что кто-то читает Шма старательно, тому этот гигеном покажется чуть-чуть прохладнее, так что нужно стараться. А вот вопрос, почему, какая связь между чтением Шма и температурой в гигеноме, в аду? Весь, кстати, мера за меру, должна быть мера за меру. Меда кеннегит меда. Так написано. Должна быть связь. И отвечает, есть люди с горячим темпераментом, такие вот они при рождении. Они все делают быстро, энергично. Есть люди с холодным темпераментом, они все делают не торопясь, замедленно, вдумчиво, я бы сказал. Такие же и дела есть. Есть дела, которые требуют расторопности. У нас на этой теме расторопности был целый урок был. Нужно сразу же выполнять заповедь, расторопно выполнять заповедь, не ждать, когда она прокиснет. Это не мои слова. Да, как умница, так написано. Есть дела, которые требуют расторопности. В частности, например, варить мацу печь. 18 минут от добавления первой капли воды до достать и остудить готовую мацу. Надо делать быстро, не прерываясь. А есть дела, которые требуют хладнокровного подхода, вдумчивого совершения. Постепенно все нужно делать. Разные дела есть. Так вот написано в Торе, книговая икра, 3 глава, 18 стих. Там так написано, выхоль хала, выхоль дам, ло тохлу. Никакого тука и крови не кушать. Запрещается. Тук в данном случае развивается внутренний пункт, почему-то называется, жир внутри животных. Так вот, от бегемота, от тех животных, домашних животных, которые хотят сам в еду. Из-за халаф, по-моему, между брушиной и лёгким, там где-то. И кушать его нельзя. Его очищают, убирают. Специальство называется минакер. Там много чего убираются с тела коровы. И кровь нельзя кушать. Всё это в одном стихе. Так вот, это закон кошерной еды. Но по драшу, есть драша, есть пшат. Пшат – это как прямо понимать? Прямо понимать очень просто. Хэллоф правильно мне говорит. Я халаф сказал. Молодцы. Значит, есть кто-то нас слушает. Ой, нас уже трое, да, Ария? Но по драшу тут сказано немножко шире. Сказано о том, что не будьте излишне холодными. А именно, холодные, как хэллоф. Что такое хэллоф? Это нечто застывшее. Нагреть его, он растекается. И излишне горячими. Не кушать ни того, ни другого. Горячими – это символ крови. Так вот, заповедь чтения шма очень важна. Очень важна. Туда надо стараться тщательно и не быстро произносить правильно все звонки. То есть, будьте во время чтения шма холодным и спокойным, концентрированным. Это и называется «тому, кто холоден, читая шма, остужают гигеном. Тому и делают холод мера за меру». Все, все, что он сказал. Он мне пришел, он мне сказал, послушайте, молодые люди, я сюда приехал, а вы тут шмать читаете за пять минут. За три. Он этого не сказал. Это рассадка. Это праведник. Это равен. Он пришел, сказал, да, кстати, знаете ли вы, что есть такой стих про хэлов и дам, про туг и кровь, который вот еще как объясняется. Больше он ничего не сказал. И они исправились, иначе не было бы этого рассказа. Я вообще представляю, есть такие, наверное, люди, которые приходят и говорят, а ваш шма, который вы прочитали, не засчитывается. Или тем самым, что бы сделал этот человек с тем, кому он это объяснил, чей объяснил бы, почему не засчитывается, а тем, что он увеличил наказание с неба тому, к кому он сейчас обращается. Сейчас только это проходили. Итак, у нас есть несколько промежуточных выводов сегодня. Замечания делаем только тогда. Это первый вывод. Замечания делаем только тогда, когда нарушается заповедь Торы. В остальных случаях замечания переводим из разряда замечаний в разряд просьбы. Я с очень прошу, если можно, не класть ноги мне, когда все эти в автобусе на меня, на моей коленке. Не надо шуметь кричи, попросите, он перестанет. Ну, по крайней мере, я не знаю, но в Торе не написано, нельзя класть ноги на сиденье. Это безобразие, согласен с вами. Я сейчас должен вам такую взятку дать. Я не согласен. Согласен с вами, это безобразие. Моего русского глаза, это просто очень колет, мой глаз. Но в Торе не написано, нет такого запрета. А замечание можно делать только, когда есть нарушение Торы. Для этого нужно учить Тору, кстати. А когда неприятные вещи происходят, в частности, вот положили ноги на тебя, ну, переведите в разряд просьбы. Я не говорю о случае, когда нужно защищаться, там уже не до просьбы. Есть три вещи. Мы говорили на эту тему, да? Просьба, замечание, защита. У нас статьи на эту тему здесь можете почитать. Так вот, первое замечание делано только тогда, когда нарушается запрет Торы. Вторая вещь. Или же переводим, как мы говорим, важную вещь в разряд просьбы. И нам бывает нужно, почему я сейчас наявился, сделать в форме мягкого упрека. Вот упрекнуть иногда, бывает можно. Но смотрите, с этим не просто, это очень осторожно. Человек может обидеться. Обидеться-то ладно, хотя и запрещено обижать его. Страшное нарушение. Так он ещё и не услышит вас и поступит вопреки вам. Вот где плохо. И будет плохо ему, его наказание тяжело. А вы ему сделали больно, потому что его наказали. А сделали вы ему больно, тот, кто делает больно другому человеку, это не остаётся без седа. Мы об этом говорили. У нас было несколько сетей на эту тему. Про Рава Банетта, посмотрите, одного из чешских раввинов, которому во сне обречилась девушка и объяснила, почему её похоронили не в том месте. А почему она умерла? Посмотрите, написать об этом. И делайте больно, даже если нужно сделать. Знаете, что это будет отвечено. И второе замечание можно сделать только, если есть уверенность у вас, что оно будет услышано. Вот самое важное. В противном случае мы становимся причиной тяжёлого наказания человеку, как вы сейчас только сказали, даже если он не обидится, а просто не хочет вас слушать. Ну, смысл, что он, но не хочет принимать это внимание. Не дай Бог. Тем не менее, иногда необходимо делать замечание. Сказано Всевышнему Пророку Ишаягу. Посмотрите, в Пророчестве Ишаягу, 58 глава, 1 стих. Красивое имя Ишаягу. У меня отец Ишаягу, сын Ишаягу, зять Ишаягу, Ишаягу. Все три Ишаяи. Красивое имя очень. Так сказано Всевышний, сказал Пророку Ишаягу. Кричи во всём горло, когда будешь наставлять еврейский народ. Подними свой голос, как шафар. Как там написано? Шафар – это, знаете, тот музыкальный, духовой инструмент, с которым мы встречаемся на Рожжана вот в эти дни, перед Рожжана, вплоть до Ёмки-Бура. И так сказано. Обязан читать тяжёлое наставление народу, без страха его обидеть. Не бойся, кричи, шуми. Израя зовут, как шафар. Не мудрецы пояснили, не просто шафар, а шафар на Рожжана. Им этот шафар. Шафаров много. Шафар на горе Синаи – это два разных шафара. И объяснили, а почему именно эти шафары? Отвечает Рабий Аков и Сроль Каневский, стайплер. У шафара есть две функции, оказывается. Первая функция – в него трубят на Рожжана. Почему трубят на Рожжана? Очень интересный ответ. Так написано в Талмуде. «По одной причине, ибо так приказал Всевышний». Мы как-то говорили на эту тему. Такой интересный поворот. Есть вторая функция у шафара – на горе Синаи. Как сказано, Медраж, Медраж, Шир, А, Ширим. Песня, песни. Там так сказано. Чтобы пробудить заснувших евреев, заснувших на Синаи к утру. Целую ночь получали Тору. Так Медраж написано. К утру начали засыпать. Чтобы их пробудить, загремел этот шафар. Так и наставление пророка. Здесь есть две цели. Первая – исполнить заповедь наставления. Положено. Так он приказан. Всевышний приказал. И вторая – пробудить евреев, чтобы сделали тшуу исправления. Вот к этому прибавляет рабецатка. Свои слова. «Подними свой голос, как шафар. Будь шафаром». Понятные слова? А сейчас я по новому сейчас скажу. Рабцатка, читаешь, читаешь. Все понятно. Будь шафаром. Не вещай от себя. Человек, который трубит в шафар, издает свой звук. Это же не какой-то другой, не механический, не механизм, не другого человека. Именно его звук, чтобы люди слышали не его за этот звук. Он услышит ведь звук шафара. Не его звук слушает, а звук шафара. Так и тот, кто наставляет народ из его слов. Люди должны слышать наставление мудрецов былых поколений, а не его сугубое мнение по данному частному вопросу. Когда я ругаю кого-то, другого, я могу это ругать, ну ругать, говорить резкие слова, только с позволением мудрецов прошлого, которые сказали, не проходим ли мы этого случая, мы тебя посылаем, ты наш, шлихус называется, шлихут, ты наш посланник, скажи ему это замечание, мы ему его делаем. Все остается мне, только будь уверен, что это тот случай. И второе, очень важный момент, второй, это уметь мягко сказать. Повторяю, чтобы меня услышали. Вот цель. Раф Исаак Зеев Соловейчик много сделал для спасения еврейских душ во время, такая была государственная практика в Израиле, когда отнимали еврейские детей из религиозных семей, которые приезжали с мусульманского востока, из Марокко, из Йемена, из прочих мест. И он много акций разных устроил, провел, очень таких крупных, громких. Считается, что в результате этих акций это и прекратилась эта практика. И он однажды встретил одного из районов, который в тех акциях не участвовал. Довольно-таки известный район, он в акциях не участвовал, спросил, в чем причина. И тот ответил, что провел лето в летнем лагере на севере страны со своим учениками. Ты был на летней даче? У него же Агриз. Раф Исаак Зеев Соловейчик. Схоченный Агриз. Ты был на даче? И рассказал такую историю. В его детстве, как казалось, у них в Воложине был два учителя. Воложинской ишири. Два детей. Два учителя, которые любили рассказывать детям истории. Рассказы из еврейской истории. От первого лица. А именно они говорили, вот я был в таком-то колене, вот мы там-то стояли с Таном. Вот тут стояли мои соседи. А второй говорит, я был в таком-то колене, мы стояли с другой стороны. И я сидел напротив царя Давида, когда он произносил вот такую-то речь. Все время они говорили, как будто они вот прямо сейчас находятся там. И это интересный способ. Я его как-то применил. Мне там, он большинство нравится, но некоторым людям далеким от творческих идей. Это не понравилось, потому что они решили, что это идет какая-то, как надо сказать, спектрализация Торы. Я говорю, ну, может они правы, сейчас не будем это обсуждать. Так или иначе, вот я тут увидал, что сам Раф Соловейчик воспитывался, в частности, и этими двумя учителями, которые рассказывали от первого лица, как все это происходило. И однажды один из них рассказывал про разрушение второго храма, где он стоял с своими родителями, откуда они бежали, куда вбежали, в какие двери храма вбежали, с большими горячими факелами, римские воины, и в какие ворота из храма они выбегали сами, этот мальчик. Так он рассказывал, где это слушали, а потом он остановился и спросил, а где ты был в это время второго? Они себя другу поддерживали. А второму не хотелось признаться в том, что, в частности, и из-за его пригрошения был разрушен храм. Извините. Поэтому он решил об этом не говорить. Он сказал, где я был? Ну, я был в это время на летней даче. И все смеялись, дети. И Раф Солович говорит, вот мне тогда показалось, когда был ребенок, что это невозможно сидеть на даче, когда происходят такие грандиозные события. А теперь я вижу, что очень даже возможно. Сжигают еврейские души, а кое-кто с детьми сидит на летней даче на севере страны. Видите, он его тоже не обругался, что это хорошее или плохое. Но он рассказал историю своей жизни. Кто-то задумался, наверное, и справился. В начале книги Дворим сказано. И вот в 40-м году, в 11-м месяце, в 1-го числа месяца, сказал Муше народу слова Всевышнего, давшего заповеди. Это наше начало, из нашего недельного раздела. Видите, как четко написано, что это за день был. И Раш пишет на это место. Отсюда мы видим, что строгое замечание надо давать только перед своей смертью. Совершенно неожиданная вещь. Сейчас, через некоторое время, очень коротко умрет сейчас Муше Рабейн, наш учитель Муше. И он сейчас говорит резкие слова. Вся книга Дворима, очень много там содержится резких упреков, попадаешься в резкого народа. Если давать резкий упрек, если делать резкий упрек, и давать поучение всему народу, то только перед смертью. Так написал Раша. Он взял из земли Раши. Почему? И написал почему? Чтобы не повторять его дважды свое замечание, свои резкие слова. Это первое. И второе, дважды, вы понимаете, дважды, чтобы он выполнил, мы об этом говорили, значит, будет наказание. И второе, чтобы человек не смущался, когда встретит тебя после первого замечания. Он уже умер, поэтому тот, кто делал замечание, уже умер. И поэтому уже второго престижного момента не будет. Так поступил Муше, так поступал наш пратец Яков, так вспал Шмуэль. И спрашивает Раф Минаша Кальян. Прям пишет. Я сам не дал этот текст. Если только перед смертью надо говорить замечание, то почему сказано о хих, то хих, это амеха. Почему сказано обязательно делать замечание? Обязательно делать замечание своим ближним. Мудрецы сказали, даже сто раз на это место не сказали, даже сто раз, пока он не ослушается. Такой урам-бам написано, пока не справится. И отнюдь не только перед смертью. Почему Раф Минаша написал делал замечание перед смертью? Как делают Муше. Второе. Если Муше стал получать их раньше своей смерти, и все произошло еще, если бы победа, скажем, над Сихоном и Огом, они бы сказали, мы еще не получили ничего из обещанного, из страны, текущего молоком и медом. А он нас уже получает. Поэтому только после победы над царями, над победой с Сихоном и Огом, он дал евреям урок. А теперь вопрос. А если бы победа была не в 1940 году, а раньше, почему Раф Минаша написал, что получать нужно только перед смертью? Это же было только из-за победы, так получилось у Муше за поздние победы над Сихоном и Огом. И третье. Кто сказал, что Муше не наставлял евреев раньше? А случай со скалой? Он прямо так сказал, слушайте, те, которые непокорные, те, кто восстает, бунтовщики. Так он сказал им, что это такое замечание? То же самое Яков Абийну. Со случаем со Шхемом, вы помните, когда там произошло, сказал он своим сыновьям, Леви и Шимону, опозорили вы меня перед жителями страны. Там было два, вы меня сделали бездетными, но это нужно как-то объяснить. Он остался с детьми и опозорили меня перед ним. Бушон. Так вот ответ. Есть два вида замечаний. Так пишет Раф. Так пишет Раф, мы наши кальянки. Есть два рода поучений. Первый, когда человек собирается сделать некоторые поступки, мы уже говорили про эти два различия, и тогда его надо предупредить, не дожидаясь его действия. И второй, когда поступок уже совершен. В первом случае нужно его говорить сразу, а во втором оттягивая неприятный момент поучения подальше. Задерживая его. Почему? Цель потому, что раз предупредить их людей, евреев, от будущего повторения проступка. Муша говорил с евреями после их восстаний, после всех-всех их восстаний против Всевышнего. Кстати, в таком случае сам наставитель, сам учитель должен быть чистым от всех логичных подозрений в свой адрес. Называется, сначала справь себя, а потом справи от других. И так, учи людей перед своей смертью, но не раньше. Это наше правило сегодня. Если ты ругаешься за то, что они уже совершили. Но не раньше. Чтобы что? Чтобы превзвратить их последующие нарушения. Но когда надо было их отчитать в то время, когда они что-то собирались сделать, нельзя с этим задерживаться. И надо было делать эти наставления. Вот чему учимся здесь. И слов Раши про Муша Рабына, который перед смертью их наставлял. До этого Муша их отчитывал тоже, когда нужно было. Но не в такой форме. Раф Исраиль Яков Любшанский нас осталось ровно 9 минут, даже почти 10. У нас еще несколько историй есть. Раф Любшанский был главой в Брановичах. Вот такой Брановицах, Брановичах. Вот такой город. И он обходил перед субботой. Лавки на рынке он обходил. И чтобы те вовремя закрывались. И скажут, ну он закроет вовремя лавку. Ой-ой-ой. Это дело касается денег. И он начал разговор, покупатель с продавцом начал разговор до сирены. И самое интересное начинается. Чувствует каждый из них, что может выиграть. И им трудно очень отказаться от этого серьезного очень важного обсуждения на тему двух лишних грошей. И они нечаянно могут ученые этим разговором нарушить субботу. Продолжают спор. Не спор, а торг свой. Поэтому он обходил лапки заранее. И вот один человек возражал, пообещал, что нарочно в следующий раз задержится с закрытием, пока не наступит суббота. И уж достали эти речи. Равы строили Якова Любшанского. Известно раввинову, ну не могу. Кажда со мной говорит, приходит и говорит, надо закрывать лавку. Все, а потом уходит дальше. Раву сказали, он решил с ним поговорить. Но сначала он пришел в синагогу. Он пришел в синагогу, раскрыл Арону Акойдыша, то место, где хранятся свитки Торы, встал перед ним. Это известная молитва раввинов, так называется. Лучше делать, покачиваясь, о чем-то говоря со Всевышним и очень расстроены. В слезах несколько часов. Пару часов точно, потому что у нас все написано «часы», поэтому пару часов не меньше. И люди собрались, смотрят, раввин, такого никогда раньше не делал. Шел он сделать замечание вот такому-то продавцу в такой-то лавке, а сейчас зашелся на секунду. Ну понятно, хочет молиться, набраться сил, что он еще хочет. И это продолжается давно, и он плачет на взрыв. И пошли к тому лавочнику и сказали, «Ты знаешь вообще-то, что у нас происходит? Раввин плачет за тебя, разговаривает со Всевышним, стоит перед Ороном открытым». И тот так перепугался, насколько прочувствовался, прочувствовал этот момент, а именно, он вдруг увидел, что равв приходит к нему ругаться не из-за того, что он любит ругаться, не из-за того, чтобы мы подумали о том, что он крупный раввин, и он нужен слушаться, не из-за поднятия собственного авторитета. Он вдруг увидел, что человек-то его любит, не нарушал ту тору, которую он здесь учит и преподает людям и живет этой торой. И он исправился. И так Рав Исраиль Яков Любшанский сделал наставление, да, «Тухаха, не говоря ни слова этому человеку». В первую очередь, Домашнее задание. Если еще кто-то с вами остался, то вот вопрос, можете написать ответ. Я не знаю ответа. О чем просил, именно о чем просил Рав Любшанский у Всевышнего в молитве со слезами? Если не просил, что он делал. Вот он плакал. Ладно, а что он делал? Их словам произносил. То есть, я догадываюсь, но там не было написано. Я так догадываюсь, серьезно, что это такое было. Замечание слов Беслов. Еще второе замечание Беслов, то было со слезами. Рав Дийскин в Иерусалимской общине один аврех, который не разговаривал с женой, вот прослялся тем, что такой был серьезный человек, так был высоко в облаках, так выполнял заповедь. Иерусалима, на самом деле, мамаш, что называется, реалия, на самом деле, был очень высокого уровня. Но он не разговаривал с женщинами. Вообще никогда не разговаривал. Каким-нибудь людям бы, наверное, и не жениться, но нельзя же обязательно человека не разговаривать с ним. Но нельзя не жениться, он должен выполнять заповедь. И он ее выполнил, он женился. А теперь жена вот уже прошла какое-то время. Ну, не может жить с человеком, который ни одного слова не сказал. Тихий ужас. Я сейчас говорю не про сумасшедших, которые встречаются в нашей среде, а про то, как Раф Дискин научил его, сделал его замечание. Это меня интересует. Все это произошло. Все это произошло. Да, в субботу в определенный час Раф Дискин главный район Иерусалим послал к тому Авреху. Аврех – это человек, который учится в Кололе, в Ешиве для женатых евреев. И он его позвал к себе и послал к человека. И когда тот узнал, что его зовут, он уже жутко испугался. Он, повторяю, был верой Шамай, а именно боялся Всевышнего, боялся греха, боялся Рамбанин, наших мудрецов. Его вызывают. Это что-то экстраординальное, если Раф Дискин вызывает к себе. Обычно он сам шел. И тот к нему пришел перепуганный, пришел, его пропустили. Раф Дискин сел перед столом, никого больше не было. Он посмотрел на него, тот только вошел, сказал, Рэбе, Гудшамбес, перепуганное, белое лицо. Тот посмотрел на него, ничего не ответил, подошел к умывальнику, взял, взял наца, как называется, кувшин и сделал все на тела, отъедая. Поставил все это, сказал, Браху, на тела, отъедая, вытеры руки, именно в такой последовательности. Тот подошел к столу, взял хлеб, разомал его, отца, или разрезал, макнул соль, сказал, Браху, амутсы сначала и съел. И очень быстро закончилось, какую-то мелкую вещь съел, глобал не кушал, после чего взял, пошел, очень внимательно, как, знаете, как написано, как с крупицами чистого золота, так вот с водой поступил, называется, моим охороним, он подошел и вымыл руки, обязательно моим охороним, последняя вода, после силы, после трапезы, и пришел, и внимательно, с чувством прочитал весь Бергат Амазон. Так ничего, я долго рассказываю, он еще дольше все это делал, а то стоял в дверях, перепуганный, после чего он посмотрел на него, так просто, хоть это быстро сделал, но время-то много было, после чего он так только рукой ему, мол, уходи, ни слова на ему не сказал. Тут вернулся и все понял, тем самым он ему сказал, что запрещается не разговаривать с женой. Женщина была настолько обижена, что она пожаловала своей жене, жена пожаловалась Раву Дискина, или Рав Дискина вызвала к себе, и прекрасно догадывается, из-за чего, вот как ты сейчас был в этой неприятной ситуации, а тебя никто не обидел, и я не собрался тебя обижать. Просто показали, чуть-чуть показали, как это неприятно, когда с тобой не общаются, находясь рядом с тобой в одном помещении, а это твоя жена. И все, прекратилось, если бы не прекратилось, этой истории бы не было. У Рав Дискина не было ничего такого, чтобы что-то он сделал, и не было бы результата. Так он понял, что вообще-то на самом деле не только написано, у нас на самом деле написано, не умножая разговоры с женщинами, с детьми даже, но указание мудрецов таково, что нужно уметь разговаривать с своей женой. Надо быть другом своей жены, и жена должна быть другом своего мужа. Это не односторонняя вещь, это двухсторонняя. Это обязательно так. А без этого нет брака, а без еврейского брака нет еврейского народа. А без еврейского народа не дай Бог, нет Торы. А поэтому надо разговаривать с женой. Видимо, нашли основу всего. Один из руководителей Ешивы, такой был случай, был в цветовомные браки, в 50-е годы было жарко, не такая жара, как сегодня. Сегодня Рош Ходыш Ав у нас остались в последние 9 дней в этом году перед 9 Ава, перед великим постом Большой постер, день разрушения храмов, храма, и 1-го, и 2-го, говорят, они считают разрушение храма. И поэтому жара считается как вот такая жара. Может, она тоже приводит к тому, чтобы мы прочувствовали момент неуютности, несерьезности нашего существования на этой земле без храма. так иначе вот был такой раввин, который во время жары в лунной браке ходил в соломенной шляпе. Вот никак раз не видал ни одного раввина в соломенной шляпе. А вот приехали из Европы, год-два он приехал, он расхаживал в соломенной шляпе, хорошо не в проб каком-нибудь шлеме, как англичане в этих же краях. Ну, все удивлялись, это было очень странно, и Хазон Иш тоже посчитал, что так вообще-то нехорошо бы вести, нехорошо бы так себя вести известным раввинам, руководителям известных решив, ну, как сделать замечание. И вот он однажды, он встречает его, и решил сделать замечание намеком. Намек просто мне ужасно понравился, поэтому я решил его в конце рассказать. Он встретил и сказал, вот я смотрю на твою шляпу, кстати, я вспомнил один закон очень интересный. Тут напрягся, наверное, сейчас скажут, что он не носит, не ходи в шляпу. Да не, все равно, ходи как хочешь, закон интересный. Про ущербы. Вот если чья-то корова съест что-то, что-то грабим называется, в общественном месте, то ведь хозяин коровы не платит за это. Почему? Потому что тот, кто принес, например, эти овощи, и положил там, где все ходят, и коровы ходят, и люди ходят на дороге, положил эти овощи, и шла корова, которая разрешается здесь пройти, она съела эти овощи, так не надо класть эти овощи. Поэтому никто ничего не платит. Вот если она пошла, и, например, это был шен, да, зуб, кушала, а если она пошла, и забодала рогом что-то, Кэрин называется, например, ну были там какие-то, кто-то развесил белье, стерное белье, тоже там, где ходят все люди, и шла корова, и это сделала, то он платит ущерб, какой там ущерб, ну за грязь, или за порваль, там что-то, половина, по крайней мере, ущерба выплачивается. Почему? Считается это странное действие. Корова обычно не бодавится, а если корова бодается, например, бельона, своим рогом спихивает, снимает с веревок, то надо за них смотреть. Не посмотрел, платит хотя бы половину. А тут вторую половину простит, почему? Потому что не надо развешивать здесь, в этом месте. Так, про корову, в одном месте кушает и свободно, свободен от платы и владелец, а в другом месте бодается, не свободен, потому что странно. А вот скажи, пожалуйста, вот если твою шляпу съест коза, или корова, с одной стороны, она вроде бы свободна, то есть, хозяин этой козы. Почему? Потому что, вообще-то, коза не может не есть солом. А с другой стороны, мешуны, называется странно. Обычно, вообще, раввины не ходят в таких шляпах, и поэтому, может быть, платят только половину ущерба. Так полную или половину? Я ответа не знаю. И пошел дальше. И тот понял, что тем самым было сказано, что не надо ходить соломью на шляпе, по одной браку и называться при этом раввином. И они наши такие раввины, как называется. Мне этот пример понравился, нужно учиться, нужно многому учиться. И одно из этих учений называется следующим. Мусар. Обязательно нужно делать другим людям замечания, когда они обязательны. Когда, когда там, мы проходим, мы это изучаем. А когда можно их не делать, когда не нужно их не делать, когда ты не можешь это сделать, или тебе не удастся, не делай его, не подводи людей. Вот тогда мы будем с вами людьми тоже. Большое вам спасибо сегодня. И за подсказку, которую мы сегодня взяли на экране. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Шалам, шалам.